ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Я Андрей Гордеев, профессиональный фотограф. Сегодня мы будем говорить и пробовать, самое главное, вот эту новую камеру Nikon 5600. Я обычно по работе и вообще в нормальной жизни пользуюсь всегда большими, черными, серьезными репортерскими камерами. А сегодня вот интересно попробовать и сравнить с этим крайне компактным, легким и, в общем, интересным аппаратом. Про его функцию мы поговорим чуть позже, а пока будем просто тестировать. Так что поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Nikon D5600, несмотря на маленький размер и вес, это настоящая, действительно, зеркальная камера, совершенно серьезная, с зеркалом, с оптическим видоискателем, который, кстати говоря, действительно очень хорош, он яркий, покрывает достаточно большую площадь кадра, что важно. Значит, помимо замечательного видоискателя, у него есть, наконец-то, очень хороший поворотный экран с отличным разрешением, который даже в такой ясный зимний день, в общем, он не засвечивается, позволяет совершенно нормально работать с разных положений и совершенно четко контролировать процесс съемки, и это очень классно. Видоискатель потрясающий что один, что другой, и будем сегодня пробовать их оба. Вообще, надо сказать, холодная погода – это всегда испытание серьезное для любой электронной техники. Электрики – это садятся аккумуляторы, начинают замерзать LCD-экраны, не показывать, что на них должно быть и так далее. Ну, посмотрим, мне кажется, что сегодня при минус где-то 12 градусах примерно все будет хорошо, потому что мои неканодские камеры никогда меня не подводили в холод, даже когда сами покрывались таким серьезным слоем инея. Вот очень важный параметр для съемки нестатичных вещей, как такое движение, люди живые, это скорость автофокуса. И вот точность, она, похоже, уже как-то приближается к серьезным камерам таким вот репортерским. Пока еще ни одного момента, когда бы не хватало скорости, пока еще не было. Но у нас еще яркий свет, контрастная картинка. Посмотрим, как он будет вести себя вечером. В этой камере, несмотря на начальный вроде бы уровень, но здесь огромное количество датчиков фокусировки, они расположены практически по всему полю кадра, и 9 из них крестообразные. Что в этой камере прям действительно классно сделано, это система автофокуса 3D-слежения. Это никоновская фирменная фишка, которой я вот когда с ней первый раз столкнулся, я, честно говоря, даже не поверил, что это может работать. Автофокус, когда вы нажимаете на кнопку, он определяет, за каким объектом вы следите, и ведет его по всему полю кадра, и по глубине кадра, и это очень круто, система реально работает. Для камеры такого уровня 5 кадров в секунду, скорость серийной съемки, дает возможность, в общем-то, чувствовать себя свободно в каких-то ситуациях, насыщенных событиями. Это круто. Вот мы уже упоминали сегодня про то, что у камеры есть поворотный экран, и он действительно хорош. Интересно, что в режиме Live View, в общем, этот экран позволяет, снимать из каких-то совершенно безумных положений, можно здесь увидеть. При таком положении посмотреть вот сюда невозможно вообще. Поэтому здесь спасает только вот экран, который можно повернуть. И это тоже очень здорово, потому что мне, например, по работе периодически приходится залезать в какие-то там лужи, канавы, еще куда-то, и снимать вообще вслепую, потому что нет возможности просто увидеть, что конкретно будет на кадре. Вот, здесь это все есть, и это очень приятно и прекрасно работает. Ну и плюс вот какие-нибудь там съемки с верхней точки, которые используются во всяких давках, на концертах. Режим следящего автофокуса работает в Live View, и причем работает точно. Но каким бы ни был классным вот этот экран, все равно оптический видоискатель, настоящий, через который видно то, что на самом деле происходит, не заменит ничто. Это очень важно. И вот, к сожалению, сейчас идет тенденция к тому, что даже на серьезных камерах оптические видоискатели заменяются электронными, гибридными и всякими прочими. Все, кто снимает всегда с настоящим true видоискателем, никогда ни на что его не променяют. Здесь это, к счастью, есть. Как на, в общем, наверное, уже всех современных камерах, здесь, конечно же, есть видеосъемка. Причем это Full HD, честный, до 60 кадров в секунду, что, в общем, хороший результат. И, конечно, вот с этим экраном очень удобно снимать практически все из любых ракурсов. И очень классно работает автофокус, даже следящий автофокус в режиме видео. То есть он прям уверенно так ведет необходимые объекты. А еще на этой камере есть функция, которая, в общем, нетипична для такой категории фотоаппаратов и видеокамер. Это Time Lapse. Можно назначать интервал, через который камера делает снимки. Можно запрограммировать частоту, можно запрограммировать все там экспо-параметры и получить на выходе очень крутой эффектный ролик вот из такой вот маленькой и очень компактной, очень легкой камеры. Еще одна замечательная функция, которая есть в этой маленькой камере, это Snap Bridge. Это передача картинок в компьютер или в планшет, или в любой мобильный девайс, имеющий возможность подключения, без проводов, без кардридеров по Wi-Fi. Но об этом мы поговорим в следующем месте. А сейчас мы находимся уже в другом месте и будем здесь, в аптекторском огороде, в теплице, тестировать камеру на предмет съемки в плохих, очень жестких условиях, где темно, где очень контрастно, очень высокая детализация вот этого всего, того, что вокруг нас находится. Посмотрим, как она справится. Ну, в принципе, вот заявленные характеристики дают поводы для оптимизма. Сенсор 24 мегапикселя. Это более чем достаточно для практически любых задач. Это достаточно высокий динамический диапазон. И, конечно, очень интересно, как камера справится в таких условиях с цветом. Камера пишет файлы в RAW формате в 14 битах. Это очень много. И помимо того, что, конечно же, это можно из любой сложной картинки вытянуть максимум в компьютере, здесь еще есть встроенный редактор фотографий. То есть их можно отредактировать прямо в камере и получить JPEG на выходе. Еще одна очень интересная особенность этой камеры и очень полезная. Наличие на этой камере системы Snapbridge, которая позволяет передавать снимки сразу в компьютер, на мобильный девайс, какой угодно, без проводов, без кардридеров, вообще без всего, сразу практически в режиме онлайн. Это очень такая полезная вещь, которой, честно говоря, ужасно не хватает на профессиональных камерах. Не нужно здесь переживать по поводу там емкости батареек и всего прочего. Картинки передаются через Bluetooth, который, в общем, очень экономичен в этом плане. Еще одна функция, которая позволяет реализовать Snapbridge, это контроль камеры съемочного процесса с мобильного устройства. Можно его проставить на любой смартфон, вы проставляете программу и контролируете не только процесс съемки, все съемочные параметры, но и видите в реальном времени картинку, которая передается вам как бы с live view, только вы смотрите не на экране камеры, а на экране мобильного девайса. И это очень удобно не только для всевозможных групповых фотографий, селфи и всего прочего, ну и, например, для скрытой съемки, когда камера у вас висит на пузе, а вы, держа смартфон в руке, нажимаете на спуск и получаете нужную картинку. При этом люди вокруг абсолютно не обращают на вас внимания, потому что просто не знают, что происходит в данный момент. Отдельного внимания, конечно, достойны объективы Nikonovsky. То, что обычно идет в комплекте, это является наименее качественным объективом у всех обычным, но Nikon, на мой взгляд, делает очень правильную вещь. Он поставляет китовые объективы действительно высокого качества. Конечно, их нельзя сравнивать с какими-то топовыми профессиональными сериями, но это объектив, который действительно прям сразу с покупкой первой своей камеры позволяет получать действительно технически хорошие картинки. В свое время, когда я вообще выбирал систему, покупал, скажем, первую нормальную камеру, для меня решающим фактором была как раз эргономика, то есть то, как камера лежит в руке. В этом смысле под мою руку Nikon лег просто идеально. Камера, конечно, она маленькая, она очень компактная, на большую мужскую руку это может быть не очень удобно, но даже при всем компактном размере она вполне себе охватка, она не вываливается, не возникает вопросов, где что находится. Все нужные органы управления, они под рукой. Опять же, сейчас есть тенденция общая к тому, чтобы убирать все переключалки в электронное меню и там нажимать кнопочки, выбирать пальцами что-то из него. Здесь же много чего находится на корпусе, и это очень правильно, чтобы ребята это сохраняют. Ну, все, сейчас уже совсем стемнело, и условия для съемки уже такие максимально жесткие. Смотря на то, что центр города, конечно, все равно снимать даже хорошие камеры в этих условиях очень сложно уже. В этой камере чувствительность поднимается до значения 25600 ISO, это огромная цифра, тем более для такой камеры скорее потребительского уровня, чем профессиональный. Еще какое-то время назад невозможно было такие цифры себе представить даже на топовых репортерских зеркалках. В чувствительности 6400 картинка выглядит вполне приемлемо, особенно если знать, как снимать в темноте и делать какие-то поправки. Но для тех, кто не хочет заморачиваться, есть замечательные режимы, которые позволяют снимать в темноте, не прикладывая никаких усилий, и картинка получается вполне себе достойная. Ну, вот и подошел к концу сегодняшний тестовый съемочный день. Камера показала себя с очень хорошей стороны, и мне она понравилась, начиная от того, как она лежит в руке, что для Nikon традиционная эргономика, очень удобная. Все достается без проблем, не нужно читать инструкцию, чтобы понять, что где. Картинка очень пристойная, функционал и вообще технические возможности камеры, я думаю, с большим запасом перекрывают потребности фотолюбителей, в общем, приближается вплотную к уровню продвинутого очень фотолюбителя. технические характеристики на высоте. Сегодня, наверное, не было моментов, когда бы камера повела себя как-то непредсказуемо. Отдельно хочется, конечно, сказать про вот эту функцию SnapBridge. По-моему, это вот то, чего мы все очень давно ждали и, наконец-то, дождались уже на зеркальных камерах, когда можно из непосредственно с камерой передать картинку куда-то, вплоть до того, чтобы даже в редакцию отослать. Надо сказать, что действительно это очень не хватало, и в серьезном профессиональном сегменте нужно докупать кучу всяких девайсов, которые, в общем, ну, стоят дороже, наверное, чем эта камера, для того, чтобы смочь это сделать. А здесь это есть уже сразу по дефолту, и это очень здорово. Работает хорошо, и ждем, что это появится и в других камерах тоже. Удивительное дело, но батарейка продержалась сегодня вот практически весь день. Но, учитывая, что это мороз, все снимали много, и таймлапсы, и видео, сделано все очень круто. Камера мне понравилась, честно скажу. Конечно, понятно, что сейчас огромная конкуренция со стороны смартфонов и каких-то суперкомпактов, но вы же понимаете, что настоящего контроля и настоящее качество все равно на них пока получить еще, если невозможно, то сложно. Себе бы с удовольствием такую камеру тоже приобрел. Все, всем желаю удачных снимков, хорошего настроения, и до новых встреч. Пока.